Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Увиду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня очень необычный гость. Мы долго с ним пытались договориться. Мы давно с ним знакомы. Обо всем об этом поговорим. Необычным даже будет уже само представление. В гостях у меня Рэм Лаер, предприниматель. Добрый день. Добрый день. Я бы добавил «креативный предприниматель». Креативный предприниматель. Об этом и поговорим. Но я все-таки вначале задам Рэм вопрос, который я хотел задать, наверное, давным-давно. Сколько времени мы знакомы. Имя, фамилия. Я сначала, когда-то, много лет назад, даже не мог сначала понять, что из них что. Рэм Лаер. Это было так. Ты мне говорил «привет, Лаер». Что это за история? Что это за имя? Что за история, фамилия? Имя носит социалистический характер. Это аббревиатура. Это аббревиатура Реа Революция Мировая. Рем, получается. По паспорту идет три бутылки. Революция Мировая. Да-да-да, Рем. Лаер – это голландская фамилия. Когда-то у меня были предки оттуда, поэтому она у меня теперь есть. Чуть поближе к микрофону, чтобы нас лучше слышали, если возможно. Хорошо. Получил ответ на вопрос, который давно хотел задать. Но не кировчанин приехал сюда 10 лет назад. Сколько мы с тобой знакомы? 11 лет назад. 11. Это был, по-моему, как раз 12-й год. Слушай, нет. Я здесь 12 лет все точно вспомнил. Я тут 12 лет. Ну, начало 2010-х. Да-да-да. С тобой мы знакомы 10 лет. Да. Я тоже в Киров приехал побольше. Лет 30 уже скоро будет, как назад. Все мы тут понаехавшие. В чем причина? Почему Киров? Что, как? Я не про личные вопросы. Я про траекторию движения рабочего по жизни. Киров – это такая история исторически ссыльная. Поэтому это примерно такая парадигма моего бытия здесь. Ну, в начале была. А теперь, конечно, это моя родина. И вообще, я считаю так. То есть, я себя настраиваю таким образом, что там, где я живу – это моя родина. Так, чтобы не заниматься как-то вот эти переживания субъективные, когда ты… А, ностальгия. Абсолютно бесполезная история эмоциональная. И поэтому мне прикольно там, где я живу. Вот я живу в Кирове, мне здесь прекрасно. Ну, я помню, что тогда это рассматривалось как некое временное такое состояние. Я приехал, я поработаю, у меня здесь проект, и потом… Безусловно. Затянулось? Да, был проект, который я как раз хотел… То есть, модель была такая – сделать проект и продать. И в какой-то момент были переговоры о продаже как раз с бывшим собственником этого бизнеса. Ну, это Рычков, Илья. И он мне давал цену, но я что-то подтупил. Не подтупил, а захотел больше. И, в общем-то, пролетел с продажи. То есть, была возможность продать там полтора плюс миллиона, да? А в результате там за 300 тысяч это было… Ну, медиапроект был, да? Да, «В ритме города» журнал. Глянцевый журнал. Через который мы с тобой познакомились. Да, 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 с которым мы общались. Что потом? Мы потерялись на некоторое время там. Слушай, там, смотри, был журнал. Три с половиной года я его качал. Потом он обанкротился. То есть, я проиграл в этой схватке. Потом я стал делать портал. Такой афишный портал. «На досуге» он назывался. Все только начиналось. Да, и в него я вложил там четыре года жизни. Мы сделали интерфейс, который обогнал там лет на шесть. Индустрию в целом. Крутые дизайнеры работали. Один из этих дизайнеров потом выиграл грант во ВКонтакте на дизайн. То есть, то, что мы сейчас видим в ВКонтакте к дизайне, это делал он. Первый прототип, первый проект. Вот. Там я отдал четыре года и он тоже ванкротился. Вот. Серьезное было такое падение на дно. Но минус социальная репутация, минус материальная издержка. И потом новый бизнес. И вот я его делаю сейчас. А что такое? Ну, что с ними было не так? С кем? С теми проектами. Я думаю, что с этими проектами было все прекрасно. Что в ритме города был уникальный проект, который задал темп редакционной концепции. Как форме воплощения художественной идеи коммуникации. Коммуникационной модели с героем. Вот помнишь, ты участвовал. Рубрика была «О чем говорят мужчины». И разговор, который там происходил, он был не похож ни на какие интервью. Ни на что, что было до этого. Да. Поэтому верстка, дизайн, редакционная концепция, продакшн. Если помнишь, мы тоже повлияли, моя команда. Да, качество съемок. Повлияло на продакшн, как на вид рекламного искусства. Вы на весь рынок повлияли? Да. По сути. А потом из этого рынка выпали. Что произошло? Произошел прекрасный опыт. Произошло падение и банкротство. Прекрасный опыт. Точно так же произошло и на досуге. Ты напоминаешь мне одного крупного предпринимателя. Международного. Я не помню. У него спросили, что такое бизнес. Он сказал, это период времени от банкротства до банкротства. У этого есть прекрасная цитата у Черчилля, который говорит, что успех – это переход от одной неудачи к другой без потери энтузиазма. Полностью это разделяю. Это все ошибки. Это накопление критической массы данных, через которую ты в итоге эволюционируешь. У меня никогда не было перерывов между проектами, вне зависимости, на какой глубине дна я находился, больше двух дней. Закрылся проект. Окей. Ты очень сильно поболел. Принял эту боль. Прожил ее. Это очень важно. Важно ее прожить. Но не размыться. Чтобы эта боль тебя не разрушила. Но прожить надо. Отдать ей дань, чтобы через это создать в голове новую модель, новую траекторию и погнать. Вот так происходило у меня. Поэтому даже в этом бизнесе сегодняшнем у меня был этап переломный, где было тяжеловато. Где было тяжеловато, где нужно было… где ты понимал, что нужно делать, но надо было сделать шаг. И вот такой момент колебания. Я позвонил двум близким своим людям, которые знают меня давно, вот примерно с того же времени, и спросил, слушайте, если мне вот эта тема не пойдет, ты как думаешь, что я буду делать дальше? И все эти оба человека под копирку мне ответили. «Да что будешь делать, Рэм? Ну, день ты там что-то походишь, что-то поделаешь, потом будешь делать снова». И я помню, какой дало мне это вспрыск энергии. Потому что, как бы так, хоп, ты снова себя поймал, какой ты есть. И все, погнал снова. – К тому, что сейчас, вернемся чуть позже, на досуге. Это был портал, такой афишного формата. – Где мы тоже задали тренды в том, как показывали карточки предприятий. Что это может быть эстетично, очень полезно. Я помню, мы даже там пилили идеи такие, которые тянули на полный стартап. Например, мы пилили такую идею, когда можно было не только запронировать стол в ресторане, но еще и произвести оплату выбранных блюд-меню так, чтобы, сделав это там за 20 минут в начале своего обеда, приехать тебя это ждало. Полноценный такой стартап. – И он был не только кировский, по-моему, по ареалу. Идея была изначально бизнеса, чтобы это была федеральная история, и мы туда шли. Это была надежная тактика, и мы ее придерживались. – Чтобы раньше времени было или наоборот? – Я думаю, что зрелость была меньше. Зрелость, то есть как предприниматель, как управленец я был недостаточно, недостаточно обладал критической массой данных так, чтобы принимать, определять и принимать эффективные управленческие решения, которые касаются условно не только маркетинга, как проекта с некой суперпривлекательной идеей, но еще управления финансовым потоком, например. То есть не хватало знаний, не хватало знаний и не хватало собственного прожитья этих знаний. Потому что я глубоко убежден в том, что даже крутые знания, клевые знания, которые тебе в моменте указывают, что правильнее было бы сделать иначе, чем то, что ты делаешь в моменте, не будет иметь на тебя такой силы эволюции, как если бы ты пошел по своему пути, прожил ошибку, сопоставил вот с предлагаемой тебе логикой, просчитал, спрогнозировал исход, увидел как положительный. Вот в этот момент, хопа, ты эволюционировал. А когда тебе сказали, и ты такой как бы взял это и пошел, не приняв это внутри, херня. Поэтому я себе всегда ставлю задачей бежать в свой марафон, но сокращать дистанции пробега так, чтобы, прожив как бы свою ошибку, в итоге правильно взять, то есть в итоге предлагаемые там знания по тому или иному процессу, которые являются априори как бы эффективными, но тобою ранее не принятыми, вот после этого взять их и погнать, вот трек надо ограничивать. Это позиция одиночки или это позиция командного игрока? На мой взгляд, тут, на мой взгляд, вообще нужно смотреть глубже, ведь, ну, мое убеждение в том, как человек живет свою жизнь, складывается из трех компонентов. То есть первый компонент – это интеллект, как совокупность различных баз данных, потому что интеллект есть разный, есть эмоциональный интеллект, например, и так далее, там еще целая куча их, как некая база данных. Есть сознание, как та призма, которая позволяет эти данные особым образом интерпретировать. Ну, особым образом это равно чувствовать, да, то есть сознание позволяет чувствовать эти данные, то есть формировать к ним отношения и получать как бы из этого эмоцию. И третий аспект – это биология, то есть как бы наше тело, да, ведь наше тело, вот сейчас спросить у кого-нибудь, да, а как ты общаешься со своим телом и вот на тебя как-то посмотреть, как на странного. Ну, ведь наше тело – это же не контейнер, в котором мы, как это, смотрим телевизор, да, или в котором мы там что-то закидываем как бы еду. Это биологическая важнейшая составляющая, потому что, по большому счету, если взять на круг, то мы все участники нейрохимической лотереи. И, как в любой лотерее, нужно иметь там больше условий для того, чтобы попасть, попадать, регулярно попадать в больше процентов… Выпавшие цифры. Да, 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 а это значит, вот прокачивая интеллект, это значит прокачивая сознание, это значит прокачивать биологию. Что значит прокачивать биологию? Ну, условно, мозг – это такой чувак, который не делает все просто так, у него четкие программы, причем как биологические программы, и сознание в данном случае – это побочный вообще аспект. Мозгу не нужно, чтобы мы там формировали нечто прекрасное, ему нужно, чтобы желудок был наполнен едой, так, чтобы тело находилось в безопасности. Вот почему нужно все эти, если мы говорим о биологическом аспекте, то это профилактика медицинская, то это стремление познать свое тело без аюрведического вот этого флера, а на уровне ощущений, которым ты присваиваешь определенные значения, по которым ты, в свою очередь, понимаешь, а как твое сознание на эти значения реагирует. Прямо такая история. И возвращаясь к твоему вопросу, командный там игрок или это, речь не об этом. Речь идет о том, что когда ты двигаешься в потоке, сталкиваясь с трудностями, которые необходимо преодолевать, то для этого нужно знать, с помощью каких решений ты это сделаешь. И в моей картине мира вот эти решения, как ты это сделаешь, это плод твоих ошибок, анализа этих ошибок, принятие результата этих ошибок и разработки нового алгоритма опробирования его. Вот это обязательно. Поэтому вот почему, когда говорят, что управленческие алгоритмы относительно того или иного бизнес-процесса, которые способны привести его 100% к результату, это типа круто. Я так не считаю. Я считаю, что это круто, но сначала надо понимать, как ты вообще в принципе ощущаешь правильность того или иного решения. – Хорошо. Но смотри, Рэм, я вернусь к вопросу. В данной концепции, в данной мета-стратегии деятельности и жизнедеятельности люди – это ресурс или это среда, в которой ты? – Люди для меня – это мой мир, это моя жизнь, это неотъемлемая часть моей жизни. И поэтому стремление познавать себя с точки зрения, что действительно в большей степени являются мотивами к тому или иному размышлению, к тому или действию, я также это переношу на тех людей, с кем я живу жизнь. То есть я также стараюсь понять и поделиться своим опытом, как это получается у них. И, например, кстати, в моей компании есть даже корпоративный психоаналитик. И когда мы стартовали, то есть у нас был очень стремительный рост. Мы там из 19-29 миллионов прыгнули в 150. И все сотрудники были местные и мы собирали с нуля. И почему мы добились таких результатов? Потому что люди находились в роли субъекта деятельности, а не объекта деятельности. То есть объект деятельности – это когда условия событий говорят тебе о том, что ты можешь сделать только тот результат, который является закономерным следствием этих условий, этих событий. Но когда ты субъект деятельности, ты выходишь за пределы плоскости. И формируешь эти условия. Да. Поэтому на старте и сейчас был психоаналитик. Не менее 70% топ-менеджмента работали. Сейчас это как-то подуменьшилось. Но и у меня был такой этап, когда я немножко от бизнеса тактического управления отошел. Не немножко, а переключился на стратегическое. Да. И вот несколько месяцев назад я вернулся обратно в поля и вижу, что команду надо снова собирать. Ну, давай тогда конкретизируем, что сейчас-то после медиапроектов… Ну, там прошло пять лет уже. То есть с медиапроекта пошло пять лет. В тот момент, когда он у меня оботкровился, я упал на это социальное… на дно социального мира, да. Вот. Я стал думать, черт возьми, что не так? То есть почему я обладаю способностью находить нестандартные решения так, чтобы делать там условно межгалактические прыжки, но при этом… Но не могу конвертировать это в… Нет финансового результата. И в тот момент я провел анализ своей поведенческой модели, понял, какие у меня сильные стороны, какие слабые стороны и осознал, что мне нужно идти в мир B2C. То есть я был в мире B2B, а мне нужно идти в мир B2C, потому что я прекрасно чувствую клиента, я понимаю… Что ему нужно. Что ему нужно, какую оболочку дать так, чтобы это было релевантно, чтобы это у него срезонировало на действие. И я пошел вот в B2C. Я выбрал ту нишу, которую посчитал перспективной, и я угадал. То есть в тот момент, когда я эту нишу выбирал, она занимала по уровню влияния на денежный поток в компаниях, она занимала там 4-5 место. Сейчас занимает первое во всех, кто в этом… Что за ниша? Давай расскажем, чем сейчас занимаешься, что делаешь? Это ниша производства бытовых приборов, с помощью которых можно стерилизовать, постерилизовать продукты питания так, чтобы они хранились там от года до трех. Домашние заготовки? Это заготовки, это консервирование. Мы производим автоклав, который считается в нашем рынке как эталоном качества, эталоном функционала, эталоном отношения к клиенту. Вот такой мы сделали продукт. Как от медиапроектов, от чего-то виртуального и неосязаемого по сути перейти к производству? У вас же полный производственный цикл насколько я знаю. Да, у нас… Мы производим продукцию, для этого мы используем совокупность разных производственных процессов. Одни на нашей стороне, другие нет, но… Ну и инжиниринг тоже. Да, да, все это, все как бы наше. А это вот как раз то, о чем мы с тобой говорили в начале. То есть, когда ты падаешь на дно, когда ты анализируешь, выстраиваешь новую модель. Ведь предприниматель – это такой чувак, который… То, что у него есть в голове, он не способен передать словами. Потому что это другая история. И поэтому… Хорошее. Я возьму эту формулировку. Да. Хорошее определение. Да, и поэтому… На самом деле, на кончиках пальцев где-то у него это все… И именно так. И вот это где… Возвращаясь обратно, да, к началу разговора, где это все происходит. На мой взгляд, я сейчас прям очень глубоко копну, да, но так разговор складывается, почему бы и нет. На мой взгляд, вот эта глубина перспектив личностных, да, она вообще начинается с того момента, который ни один, ни одна, ни один человек на Земле не помнит. Это начинается с момента минус девять. Понимаешь? Да. То есть, вот те девять месяцев, они являются ключевыми. Вот ключевыми. Вот эти девять месяцев. Вот все вот находится там. Вот почему как бы важно там узнавать, да, а что как бы было за год до того, как ты вышел в мир. А не является ли это фатализмом с точки зрения того, что, ну, вот как получился, так получился, ничего не изменишь, вот мама виновата. Давай разделим. Как бы есть две составляющие, да, это ментальный код, раз, и биологический код. Биологический код – это ДНК. И вот поэтому ДНК тебе что-то приходит, вследствие чего у тебя одни биохимические реакции, которые задают одни импульсы. И вот это то, что ты изменить не способен и не можешь. Да. Но здесь важно что? Здесь важно как бы понять, что это за импульсы, потому что тогда ты эту силу используешь осознанно, да. Вот почему как бы важно понимать, что такое тело, да. А ментальная часть, то, о чем ты сейчас сказал, это как раз таки процесс. Его как раз таки можно пересобирать. И, например, некоторые, ну, есть, не помню фамилию этого врача, но этот врач был узником, еврейским ребенком был узником, да. Так вот он говорил о том, что воля – это мышца. Ее как бы можно… Тренировать. Ее можно как бы тренировать, ее можно качать. Но, например, есть профессор Гарвардского университета, я его не помню, известнейший нейробиолог Роберт Саполли, Роберт, по-моему, Саполли, но могу ошибаться, что-то не ложится фамилия. Так вот, он говорит о том, что, ребят, задумайтесь, забудьте про то, что у вас есть мозг. Все вообще не так. Это вы есть у мозга. То есть он как раз-таки совсем уходит в ту сторону, что вот эти паттерны поведенческие закладываются исключительно биологическими аспектами, и тут уже как бы сильно не помоделируешь. Я придерживаюсь такого баланса, когда все-таки ментальную модель можно конфигурировать, с ней можно работать. И вот тогда такие вещи, как способность преодолеть страх и сделать действие, то, что большинство людей называют волей, мне это не очень нравится, потому что воля, на мой взгляд, это такой, не то чтобы субъективный аспект, это понятно. Воля – это такая, как бы костыль какой-то. Поэтому скажу так, способность преодолевать страх, способность совершать действие – это то, что как раз-таки можно накачать. – Это, опять же, предпринимательская черта? – Нет. – Или это общечеловеческая? – Нет, это личностная характеристика. Ты либо способен производить изменения и эволюционировать, либо ты не способен производить изменения, значит, ты будешь либо стагнировать, либо депрессировать. – Раз разговор зашел о таких глубинных внутренних… – В важнейших аспектах. – В важнейших аспектах. – В важнейших аспектах. – А что еще выделишь у предпринимателей? Это же вот очень интересная история. – Ну, я еще ничего не выделил, поэтому не что еще, а что выделил. – Нет, нет, про то, что предприниматель мыслит то, что не может передать. – А, ну да, 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 это так. – У нас просто пытаются уже очень активно учить предпринимательству. Учить. Государство тратит деньги на то, чтобы научить предпринимательству. Я, например, считаю, что невозможно этому научить. Это вот либо заложено выйти до минус 9, либо не заложено. А когда ты говоришь «невозможно научить», то дай характеристику в этот момент предпринимательства в твоей картине мира. То есть ты говоришь «невозможно научить предпринимательство», чик, отсечка, и тогда предпринимательство в твоей картине мира – это что? Невозможно взять человека, который не занимается бизнесом и не хочет им заниматься, пропустить его через какой-то процесс обучения, чтобы он стал вот этим самым бизнесменом и предпринимателем. Вот что я имею в виду. На мой взгляд, ты сейчас принципиально сказал о следующем. А типа «включать и выключать» – это типа как бы про что и как это работает. Потому что… Вот прервемся здесь, Рэм, я предупреждал, у нас будет небольшая рекламная пауза, уйдем, вернемся на нее. Очень интересный разговор, не переключайтесь. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся к интереснейшему разговору. Программу «Разговор по делу» веду я, Андрея Усенко. У меня в гостях Рэм Лайер, предприниматель, креативный предприниматель. И мы перед рекламной паузой как раз, собственно говоря, пытались идентифицировать предпринимателя. Вернемся. Вот я сказал о том, что невозможно этому научить. Мы попытались понять, что же такое научить. И в итоге… Включить, не включить. Вот такая формула образовалась. Я ее увидел. А вот как бы… Можно включить в человеке предпринимателю. Да, можно включить или нельзя включить. Вот это крайне любопытный вираж нашей коммуникации. Я на нем заостроюсь. Потому что тема, на самом деле, краеугольная. Потому что принципиально о чем мы говорим? Мы говорим о желании. О желании как сущности. И вот смотри, какая штука. Нас учат. Учат везде, как делать, да? Как там думать. Но никто и никогда нас не учит, как желать. Охренеть. Как хотеть. Именно так. Как хотеть, как желать. А ведь это является трамплином вообще к тому, как классно жить свою жизнь. И жить, жизнь других. Желание. То есть, это особенного рода мотив, да? Который тебя окрыляет. И движет тобой как раз. Да, да, да. И вот как бы эта штука, да? Многие на нее ставят как на некую магию. В том числе именно такой оттенок контекста, я и услышал, когда ты сказал про вот там нельзя там предпринимать. Это про волшебные таблетки? Это про включить. То есть, как бы на это смотрят как на магию. А на самом деле нет. То есть, включить, выключить. Это техника. Это техника. Это как раз таки симбиоз. Симбиоз баланса. Симбиоз прозрачности. Вот этих трех компонентов. Интеллекта, сознания и биологии. И вот в тот момент, когда ты чувствуешь, как это, включаешь интуитивную компетенцию и ощущаешь, вот я всегда это чувствую, да, когда речь идет о сложнейшем решении, когда речь идет о инсайте, который переворачивает твое видение, и при этом ты в этом видении новом видишь колоссальный профит и колоссальную издержку, колоссальные риски. И вот ты находишься на стадии принятия решения, и как дуновение ветра. Очень молниеносно. Едва уловимый шлейф нишевого парфюма. Вот так это проходит. И ты такой... Да. И в этот момент ты начинаешь делать действия. Это можно включать. Включать тем, что ты наблюдаешь за собой. И умеешь поймать, идентифицировать вот этот вот тонкий, едва уловимый запах, который в итоге тебя переключит на то, что ты в ином состоянии бы не сделал. И вот можно ли этому научиться? Сто процентов. Сто процентов. Потому что это личностная характеристика. Это характеристика ментального кода. И весь вопрос в том, как ты, а, чувствуешь, как ты, б, думаешь. Потому что вот эта конструкция, которую я сформулировал полгода назад, это стало сегодня моим вообще флагманом такой формулой бытия. Я ее транслирую везде, где складывается вот такая любопытная коммуникация личностного роста. Я сейчас ее сформулирую. Точнее, не сформулирую, а обозначу. Люди живут по-разному. Потому что думают по-разному. Понимаешь? Думать надо по-другому. Делать это каждый раз. И жить ты будешь ровно так, как думаешь. Вот почему сама сущность смысла образования, она носит как бы не только сакральный, но и практический характер. И я тебе сейчас приведу, очень быстро постараюсь рассказать, как я к этому пришел. Я покупал, я хотел купить квартиру в Динамовский проезд, старый дом 19 века, конца. Там большие стены. А я человек, ты знаешь, который любит что-то креативное, поэтому креативный предприниматель. Мне было прикольно то, что я могу как-то там два этажа сделать, что-то переделать. И в тот момент, когда я стал анализировать всю эту историю, я внезапно поймал себя на мысли, что я же сейчас кэш сюда инвестирую. Я отловил как бы у себя запрос на роль инвестора. И я такой думаю, так, если я инвестор, я сейчас положу сюда деньги, я еще сделаю так, как мне надо. И старый фонд. И, короче, это неликвидная история получается. И вот в этот момент я такой, так, неликвидная история, значит, мне это не подходит. Я не могу купить неликвид. Тогда роль моего инвестора, она как бы, ну, ты вроде как бы чувак бизнесом, учишься заниматься, какая-то нестыковка идет, разрыв. И в этот момент я такой думаю, хорошо, Рэм, а какой бы объект ликвидный, тогда бы тебя удовлетворил. И в этот момент я, знаешь, что понял? Я понял, что это должен быть дом. Этот дом должен быть необычной архитектуры. Это должно быть частное владение. Вокруг этого частного владения нужно проработать инфраструктуру с оглядкой на 100 лет. То есть посадить деревья разные таким образом, чтобы в течение, там, по истечению 50 лет они создали определенный дизайн-код, да? И чтобы этот дом передавался по наследству, например, там, чтобы у него была длина как минимум 200 лет. И когда я это понял, я начал искать, а кто это в России делает и сколько это будет стоить денег. И когда я поискал, я увидел, что это, там, порядка 60 миллионов рублей. И я такой так, ну, я эти 60 миллионов за полтора года заработать могу. Тогда, чтобы мне этот дом начать строить через два года, мне вот нужно, там, в первый год заработать, ну, хотя бы миллионов 40. И у меня это спокойно улеглось. И я потом думаю, а что это у меня так улеглось-то просто? Ну, нихрена себе. Я тут собирался купить сейчас за там 4 миллиона и вложить как бы 7. А тут у меня 60. И мне как бы легко это все смотрится. И я в этот момент понял. Это легко все смотрится с точки зрения практического, как расклада, да, там, навигационной движухи, навигационной карты. Потому что я так подумал. Понимаешь? И я такой, ё-моё, люди живут по-разному, потому что думают по-разному. Понимаешь? От этого все идет. Мысль материальна? Вот это вот. Безусловно. Только давай без аюрведического флера отправить вселенную. Это все инфантильная история. То есть, как бы, мысль материальна. На самом деле, действительность же такова, как мы ее воспринимаем. Мы с тобой находимся в одной и той же комнате и можем совершенно по-разному на ее видеть. И по-разному к ней относиться. Так, за острый контекст немножко я размылся, не понял. Я с точки зрения того, что жизнь такова, какой мы ее воспринимаем. Соответственно, мы можем ее и формировать. Сто процентов. Я, собственно говоря, вот про эту историю. Для меня мысль материальна, то выражение, которое стало банальным, к сожалению, оно полно смысла. Слушай, у меня был, недавно было просто ошеломительное знакомство. Я познакомился с людьми, который познакомился, имел продолжительный разговор с людьми, которые являются основателями и генеральными директорами бизнесов в общей сложности на больше триллиона. То есть, один из них – это генеральный директор Авито. И вот мы с ним разговаривали, я у него спросил, слушай, а какая вот ментальная модель дает тебе как бы силу? Вот и свою ментальную модель, значит, вот моя ментальная модель. Люди живут по-разному, потому что думают по-разному. Думай по-другому, Рэм. Это равно тому, что я могу думать, все, что могу думать, из этого могу сделать свою жизнь. Клево. Ловлю силу – погнал. Я говорю, а у тебя что? И он мне сказал, ты знаешь, моя ментальная модель – я могу. То есть, я могу. Вот он сам из деревни, маленького поселка, если не ошибаюсь, Пусковской области. И вот для него было, знаешь, что важно, когда он это Авито качал, создавал империю C2C модели, потребитель потребителю продает. Для него было важно, чтобы вот люди из маленьких деревень могли заказать товар. Вот это такая у него была штука. И вот это я могу, он приехал в Москву, поступил в серьезный вуз, и вот все вот так двигался. Потому что такая ментальная модель. Я могу. Мы тоже все можем, но, к сожалению, время у нас уже заканчивается. Коротко, планы. Куда? Хочу большие деньги, колоссальные деньги. Зачем? Хочу качать культурный код. Я хочу стать филантропом и хочу качать культурный код в стране. Искусство. Заканчиваем на этом, Рэм. Очень мало времени, был замечательный, интересный разговор. Рэм Лаер, креативный предприятие. Рэм, заканчиваю простой фразой, которую тоже недавно прочитал. Проблема умных людей в том, что они думают, что другие тоже думают. Побольше умных людей на пути и все получится. Класс. Разговор по делу.